Глубоко уважаемые президиумы, глубоко уважаемые коллеги, разрешите сегодня поделиться опытом, нашим опытом лечения пациентов HER2-позитивным, местно распространенным раком желудка и кардиозофагиального перехода. Предыдущий докладчик Надежда Александровна очень облегчила мою задачу, потому что огромное количество теорий было озвучено, и мне будет достаточно легко минимизировать теорию и все-таки побольше показать вам клинических аспектов лечения данной когорты больных. Ну, несомненно, на что мы опираемся, на то, что низкие показатели у нас в настоящее время 5-летней выживаемости для пациентов 3-я, 3-я стадии, и, конечно, наглядно Надежда Александровна показала, каким образом мы можем увеличить эту общую выживаемость для пациентов с использованием переоперационной химиотерапии, как неоадювантной, так и адювантной. Ну, и переоперационная терапия все-таки неоадювантная или адювантная, да, то есть кто из пациентов выигрывает больше, получив тот или иной режим, должны ли мы с вами проводить какую-то интенсификацию лечения, возможно, неоадювант должен быть достаточно интенсивный, а адювант нет, потому что понятно, что пациенты в последующем переносят хирургическое лечение. Ну, и посмотрите, на данном слайде достаточно наглядно представлено, что, если говорить о неоадювантной химиотерапии, то ее получает большая часть пациентов, и, к сожалению, адювантную терапию завершает полностью свой режим, не все пациенты, ну, возможно, по причине того, что после достаточно интенсивного хирургического лечения они не полностью восстанавливаются, есть уже некоторые осложнения постоперационные у кого-то, да, и они не в полном объеме у нас с вами получают адювантную терапию. Ну, несомненно, это исследование сегодня уже озвучилось, Мэйджик, но я хочу обратить внимание именно на подгрупповую анализ тех пациентов, у которых было выявлено позитивное, позитивное хирург-2-нюю статус, это было 7%. Ну, и посмотрите, самое интересное, при подгрупповом анализе данных больных было показано, что общая выживаемость у пациентов хирург-2-нюю позитивных не отличается в группе на адювантной и только хирургического лечения. То есть мы задаемся вопросом, возможно, на адювантная химиотерапия в этой группе неэффективна. На этот вопрос захотели мы ответить в своем клиническом исследовании. Частота выявления гиперэкспресса, амплификации хирург-2-нюю, посмотрите, она достаточно разнится у многих авторов, но в среднем взять это от 4 до 35%. И Надежда Александровна уже показывала данный слайд. То есть мы задумались о том, какой же именно режим нам выбрать для наших пациентов. Ну и несомненно, наиболее эффективный режим – это режим химиотерапии по схеме ФЛОТ. И в дальнейшем, выбрав определенный режим, мы взяли за основу два режима. Это режим химиотерапии по схеме ФЛОТ и ФОЛФОКС, потому что Гульфия Медхаттна задала очень интересный вопрос о том, все ли пациенты могут подвергнуться данному режиму. И я хочу сказать, дальше я покажу на слайде те пациенты, которые были включены, их возраст, да, то есть наш пациент был самый старший, это 80 лет, поэтому достаточно у нас была такая разношосная когорта, и режима мы выбирали два. Это ФЛОТ и ФЛОТ в зависимости от возраста, от сопутствующей патологии. Ну и, конечно, важно, чем же мы можем с вами усилить неодювант у пациентов, имеющих хердванью положительный статус. Также показывала Гульфия Медхаттна это исследование, это, несомненно, добавление к химиотерапии тростозумаба. Если говорить именно о подвергковом анализе этого исследования ТОГО, то посмотрите, те пациенты, которым в неодюванте был, извините, тем пациентам, которым в лечебном режиме был добавлен тростозумаб, они имели выигрыш над теми пациентами, которые получали без тростозумаба 11-8 месяцев по сравнению с 16 месяцами. Ну, конечно, мы опирались, несомненно, на базу исследований переоперационной химиотерапии с лечением хердванью и таргетной терапии. Посмотрите, достаточно огромное количество исследований, которые показало при различной комбинации этой экселок, плюс-минус тростозумаб и ФЛОТ, плюс-минус тростозумаб и ФЛОТ, плюс-минус тростозумаб и ФЛОТ, плюс двойная блокада. И с плотин с длительными инфузиями 5-туроцила, с тростозумабом и спиртозумабом. Во всех исследованиях получили достаточно хорошие результаты. И таким образом мы задумались о том, что нужно провести огромное российское многоцентровое проспективное исследование переоперационной химиотерапии у пациентов, местно распространенным раком желудка и кардиософагиального перехода, при ХЕР-2-позитивном статусе. Ну и цели наши, конечно, были первичные. Это оценка неодювантной химиотерапии вместе с тростозумабом относительно частоты объективных ответов, степени выраженности, несомненно, патоморфологического регресса. Это токсичность неодювантной терапии, то есть степень токсичности строки начала хирургического лечения в зависимости от токсичности предшествующего лечения и, конечно, постоперационное осложнение. Ну и вторичные точки, которые мы поставили для себя, это оценка эффективности переоперационной терапии неодювантной и одювантной в сочетании с тростозумабом относительно безрецидивной общей выживаемости. Это оценка изменения статуса ХЕР-2-ню на фоне терапии, предшествующей тростозумабом, и, конечно, оценка токсичности одювантной терапии. Ну и посмотрите, в настоящее время у нас проанализировано 15 пациентов. Сразу хочу отметить, что 14 пациентов из 15 уже подверглись хирургическому лечению. Если говорить о половом составе, то из 15 пациентов это 2 женщины и 13 мужчин. Хочу сказать, что возраст, уже говорила, от 30 и самому нашему пожилому пациенту было 80 лет. Гистологический тип опухоль, низкодифференцированная аденокарцинома была у двух пациентов, умеренно дифференцированная аденокарцинома у 9, высокодифференцированная аденокарцинома у 3, низкодифференцированный рак у 0 пациентов и персновидно-клеточный рак был у 1 пациента. Карактеристика больных, посмотрите, 10 пациентов мы включили с местно распространенным ХЕР-2-позитивным раком желудка и 5 с кардиозофагиальным переходом. Если говорить о начальной стадии, то есть та стадия, с которой мы включили пациентов нашего исследования, ну, тут наглядно видно на диаграмме, что большая часть пациентов, у них была вторая B стадия, на втором месте это были пациенты, у которых была вторая A стадия, и чуть меньше пациентов было с третьей A и третьей B стадии. Ну и схемы на адювантной терапии, посмотрите, да, учитывая, что наша медиана, возраст наших пациентов, я показала на предыдущем слайде, была 61,8, то большая часть пациентов, это 9 пациентов, которые получили химиотерапию по схеме FOLFOX вместе с тростезумабом, и 6 пациентов FOLFOX вместе с тростезумабом. Посмотрите, полный регресс мы достигли у двух пациентов, частичный регресс у трех, стабилизацию процесса у девяти, прогрессирование в настоящее время, самый пациент, длительный, который мы наблюдаем, я покажу этот клинический пример, 25 месяцев, да, прогрессирование из всех 15 пациентов пока не выявлено никого. Нет оценки у одного пациента в настоящее время, послеоперационные осложнения были только у одного пациента, и смертность на фоне неодевантной терапии после операционной летальности ни у кого не было. Если говорить о оценке патоморфоза, да, то посмотрите, у двух пациентов это был грейд 1, у четырех пациентов грейд 2, у пяти пациентов грейд 3, грейд 4 был у двух пациентов и грейд 5 был только у одного пациента. Посмотрите, наглядно видно на диаграмме изменения в стадии в зависимости от использования режима фолфокс или флот вместе с тростозумабом. И посмотрите здесь, как меняется стадия на фоне проведенного переоперационной неодевантной терапии. У семи пациентов была выявлена первая стадия, у двух пациентов опухоль вообще была не обнаружена, у трех пациентов вторая стадия и у всего двух пациентов третья стадия. Изменение хердванью статуса. Интересно, конечно, нам было посмотреть, изменился ли как-то хердванью статус. Гульфия Митхаттна также показывала слайд о том, что пациенты, которые получали в первой линии терапию в комбинации тростозумабом, было показано, что у них меняется хердванью статус. И, конечно, во второй линии, если мы говорим про метастатическую стадию, хочется посмотреть этот хердванью статус, как он изменился. И наша задача тоже была оценить, поменялся ли этот хердванью статус у пациентов на фоне неодевантной терапии. И посмотрите, из 14 пациентов, которые подвиглись к хирургическому лечению, только у одного пациента сохранился позитивный хердванью статус. Неопределенный хердванью статус у двух пациентов нет данных, потому что у них был выявлен полный регресс, и они не подвергнулись определению хердванью статуса. И двое пациентов в настоящее время имеют хердванью статус 2+, и в настоящее время выполняется им фиш для определения статуса хердва. Ну и негативный статус, то есть 9 пациентов потеряли свой ген на фоне терапии транстозумабом. Это пример нашего одного из клинических случаев. Просто показать, какое было иммуногистохимическое исследование до начала лечения. Вы видите, что это аденокарцинома G3 с персновидными клетками, хердванью 3+, и как изменилось иммуногистохимическое исследование на фоне лечения. Эта опухоль требует проведения молекулярно-энергетического исследования, потому что хердванью статус по данным исследования 2+, и требует дополнительного обследования. Профиль токсичности переоперационной терапии. Неодевантный и эвадевантный в сочетании с транстозумабом. Ну и посмотрите, интересно, гематологическая токсичность в неодевантном режиме была G2-анемия только у 2 пациентов. По сравнению с в адевантном режиме у 4 пациентов. Нетропения второй степени была у 2 пациентов в неодевантном режиме и у 4 пациентов в адевантном. Нетропения треть степени была у 3 пациентов в неодеванте и у 5 пациентов в адевантном режиме. Гастроэнстациональная токсичность, тошнота второй степени была зафиксирована в неодюванте у трех пациентов, но в основном это были те пациенты, которые получали флот, несмотря на достаточную антимитогенную терапию, и четыре пациента в одюванте. Рвота первой степени была всего у одного пациента в одювантном режиме, и диарея второй степени была зафиксирована в неодювантном режиме у двух пациентов и в одювантном режиме у пяти. Печёночная токсичность в неоадювантном режиме была не зафиксирована ни у кого. Игры-2 была только у одного пациента в адювантном режиме. Оценка безрецидивной общей выживаемости. Посмотрите, из 15 больных медиан времени до прогрессирования не достигнуты никого. Все наши пациенты в настоящий момент живы. 7 пациентов мы наблюдаем более 6 месяцев, 4 пациента более 14 месяцев, 4 пациента от 16 до 22 и 1 пациент, результатом клинических случаев, которые я сейчас поделюсь, более 24 месяцев. Медианное наблюдение наших пациентов в настоящее время составило 11,6 месяцев. Ну и клинический случай у нас это пациент, это мужчина, 58 лет, рак, верхнее тело желудка, клинический Т3 на 1,0. Осложнение основного заболевания токсико-анемический синдром, сопутствующие заболевания ишемической болезни сердца, АКС, ЖКБ, нарушение толерантности к глюкозе. Гистологическое исследование на момент включения изъязленно-низкодифференцированного аденокарцинома, иммуногистохимическое исследование в Хердванью, позитивный статус, и в качестве неодюванта данному пациенту было выбрано химиотерапия по схеме в плод плюс тростезумаб. После 4 циклов пациент был обследован и был зарегистрирован частичный регресс. В дальнейшем пациенту выполняется расширенная комбинированная гастроктомия с лимфодисекцией в объеме D2. Вот так выглядела иммуногистохимическая картина нашего пациента до начала лечения. Посмотрите, на слайде представлено, что гиперэксплессия 3+. И вот так выглядело иммуногистохимическое исследование после включения тростезумаба в наш режим наодюванта, после проведения его неодювантной химиотерапии. Гульфия Митхаттена уже показывала этот слайд. Конечно, мы, несомненно, для этого пациента и для всех последующих задумались о том, что будет ли у них сохраняться, повторюсь, гиперэкспрессия, и нужно ли нам оставлять в адювантном режиме тростезумаб, потому что на основании исследования было показано, что во второй линии, мы говорим здесь про мистетические, мы взяли это как за основу, не было никакой абсолютной разницы, была эта химиотерапия вместе с включением тростезумаба, либо без тростезумаба, и при подгрупповом анализе было показано, что только у 31% пациентов, гульфия Митхаттена это сказала, сохранялся положительный хердванью статус. И я бы хотела обратиться к аудитории, к нашим слушателям, к первому моему клиническому случаю, задать вопрос. Вот такой у нас с вами пациент, драк верхней третьей желудка, клинический Т3Н1М0, постоперационная стадия Т2НМ0, весь режим его предыдущего лечения я озвучила, гистологическое исследование и иммуногистохимическое исследование ТДН-карцинома постоперационная Т3, инфильтрирующий мышечный слой, умеренно выраженный патоморфоз, хердванью негативная. И у меня вопрос к аудитории. Что мы сделаем с таким пациентом? Динамическое наблюдение, продолжим ему флот плюс тростезумаб, может быть уберем тростезумаб, оставим только флот, учитывая, что у него не сохранился хердванью статус, возможно, фоллфокс или капецитабин. У зрителей модуль голосования находится под плеером. Голосуйте, пожалуйста. Я с нетерпением жду ваших результатов, потому что мне очень интересно, что уже выберет зал. И, скажем так, потом проанализируешь ваши результаты, я думаю, что тем, как мы дальше поступили с этим пациентом, возможно, мы вас немножко удивим. Выводите на экран, пожалуйста, результаты голосования. Ну, я думаю, что сейчас наши зрители активно еще голосуют, принимают какие-то клинические свои решения. Пока мы ждем результатов, хочется сказать, что этот пациент в настоящее время мы активно его наблюдаем, у него нет признаков прогрессирования. Более 24 месяцев уже мы за ним активно наблюдаем. И хочется сказать, что все наши пациенты, которые получали переоперационный неодювант и одювант с фоллфокс, с тростозумабом или флоттерстозумабом, достаточно, я уже показала, хорошо переносили. И в настоящее время мы видим очень хорошие результаты, как и общей выживаемости, так и время прогрессирования. И показалось, что нет ни одного пациента, так как они все активно наблюдаются и живы. Ну и посмотрите, да, постоперационная тактика. Кто-то выбрал динамическое наблюдение 12%, большая часть все-таки выбрала продолжить ему химиотерапию флот с тростозумабом. Интересно, несмотря на то, что мы потеряли его хердванию статус на фоне таргетной терапии. 32% флот, 15% фоллфокс и 7,5% капицитабин. Я, наверное, разочарую всех, но я скажу, что этому пациенту было выбрано динамическое наблюдение. Объясню почему. Казалось бы, Т2Н0М0 мы должны были продолжить, да, и сделать еще 4 цикла. И, возможно, мы планировали бы ему сделать флот, но без тростозумаба. К сожалению, у пациента были достаточно выражены постоперационные осложнения. Он очень долго выходил после этих осложнений. И время проведения адювантной терапии у этого пациента вышло. Поэтому этого пациента мы наблюдаем. И посмотрите, он получил всего 4 цикла на адювантной терапии. И в настоящее время адювант он не получал. Он продолжает достаточно активно жить. И у него нет признаков прогрессирования заболевания. Мы задались вопросом. Интересно, вот на примере этого пациента. Вот ему мы дали с вами в неодюванте флот плюс тростозумаб, да. Мы ему проанализировали пациента, который раньше получил просто флот. Ну и посмотрите, там, стадия, да, Т3Н1М0, Т4Н1М0, да. На фоне неодюванта у пациента, у которого был тростозумаб, получили частичный регресс. У пациента, который получал в неодюванте только флот без тростозумаб, это была стабилизация. По томорфозу, обратите внимание, третьей степени и первой степени. Постоперационная стадия у пациента, который получал комбинацию Т2Н0М0, у пациента, который получал в монорежиме Т3Н3М0. И время до прогрессирования у первого пациента, повторюсь, не достигнуто. Он жив до сих пор более 24 месяцев. У пациента, который получал в монорежиме, это 7 месяцев. И второй клинический случай, это рак тела желудка, средний и нижний третий, клинический Т3Н1М0, осложнение заболевания астении, токсико-анемический синдром первой степени, сопутствующие заболевания ишемической болезни сердца, постинфарктный кардиосклероз, в 2005 году у него был острый инфаркт миокарда, артериальная гипертензия второй степени, ГБ3, хроническая сердечная недостаточность, ну, допустим, достаточно серьезный букет сердечно-сосудистой патологии. Ну, посмотрите, гистологическое исследование до начала неодюванта аденокарцинома ГРАИ-2, HER2 статус у него позитивный. Не буду, учитывая нехватки времени, зачитывать его результаты ФГДС. Данному пациенту было проведено 4 цикла неодювантной терапии. Понятно, по какой причине мы выбрали именно Фолфокс. И несмотря на его постинфарктный кардиосклероз, принесенный инфаркт, у него фракция выброса была сохранена, поэтому мы не исключили у пациента достаточно эффективную неодювантную терапию и добавили ему транстезумат. Ему выполняется расширенно комбинированная гастроктомия с лимфодисекцией, гистологическое исследование аденокарцинома Г2, патоморфоз первой-второй степени и иммуногистохимическое исследование. У него сохраняется HER2-ниу статус. И вопрос у меня к аудитории. Вот такой пациент, мы ему провели, напомню, 4 цикла неодювантной химиотерапии по схеме Фолфокс плюс транстезумаб, выполнили хирургическое лечение. Клиническая стадия его до начала лечения была Т3Н1М0, третья стадия, и после проведенной нами неодювантной терапии Т3Н2М0. Вопрос к аудитории. Что мы с вами выберем после операционной тактики? Это флот плюс транстезумаб, это флот, это фулфокс плюс транстезумаб, это фулфокс, либо динамическое наблюдение. Голосование находится под плеером. Голосуйте, пожалуйста, для того, чтобы мы смогли оценить ваши результаты. Хочется сказать, что этот пациент, несмотря на то, что у него была достаточно серьезная сопутствующая патология, он переносил хорошо эту терапию включением с транстезумабом, мы постоянно контролировали, делали ему ЭКГ. За 4 цикла, получается, каждые 2 цикла мы ему делали эхо сердца, потому что, конечно, мы боялись за этого пациента. Мало того, что был перенесен инфаркт, ну и возможность токсического воздействия тростезумаба была достаточно велика у пациента, который перенес уже в анамнезе острый инфаркт. И сопутствующая патология была достаточно серьезная на момент выбора. Ну и посмотрите, да, очень интересно, 27% решили, что мы сделаем ему флот плюс тростезумаб, 8% флот, флфокс плюс тростезумаб 57,1%, и флфокс просто в монорежиме 4%, динамическое наблюдение 2%. Я соглашусь с большинством. Мы продолжили пациенту химиотерапии по схеме флфокс плюс тростезумаб, и хочется сказать, что в настоящее время пациент мы продолжаем активно наблюдать. У меня совсем не осталось времени, но мне хотелось буквально одну секунду еще достаточно красивый случай вам показать. Это пациент, у которого был нижний третий тела желудка, клинический Т3 на 1,0. У него была тоже позитивная хер-дванью-экспрессия. Он получил это умеренно-дифференциальная аденокарцинома. Мы ему провели 4 цикла неодеванта флота плюс тростезумаб. Посмотрите, на КТ значительное уменьшение объема опухоли и лимфоузлов признаками нарастания фиброза. Ранее определенных признаков экстремальной лимфоваскулярной и перенуральной инвазии, инфильтрацию пациента не выявлено. Посмотрите, как выглядело его ФГДС до начала лечения и после 4 циклов. Я считаю, что это просто фантастически. И в марте месяце мы выполняем диагностическую лапарстокопию с гастростомией, с внутребрюшной лимфодисекцией в объеме Д2. И посмотрите, что мы получили. Жизнеспособная опухоль, я там очень говорила, что у нас было 3 пациента, у которых был полный регресс, не выявлено. Ну и лечебный пандеморфоз, понятно, в определенном виде полного регресса. Ну и здесь у нас с вами голосования не будет. Я просто хочу сказать, что здесь интересно, как поступить. Мы с вами имеем клиническую стадию Т3 на 1 и 0. После хирургического лечения мы имеем полный регресс опухоли, полный пандеморфоз. Что делать с этим пациентом? Здесь можно было оставить эподинамическое наблюдение, можно было назначить, наверное, только в флот в монорежиме, потому что не сохранилось гиперэкспрессия. Сохранилось, извините, гиперэкспрессия. Но мне хочется сказать, что данного пациента, все-таки провели ему еще 4 цикла химиотерапии вместе с трассозомомом. В настоящее время мы продолжаем его активно наблюдать. Благодарю за внимание. Продолжение следует...